Дорогие друзья, сейчас я вам расскажу, как я готовлю скомбрию карри на локровой подушке. Приступим к приготовлению. А сейчас я вам скажу небольшую юмористику. Когда мы стали жить с ножем, я поначалу говорила, Антон, ножи что-то тупые. Он мне купил точила для ножей. Потом я говорю еще раз, Антон, у нас что-то ножи тупые. И в общем, вот таких точил у нас в доме появилось несколько. Ну вот, подвесите мне, как у вас на эту тему, кто в вашем доме тот с ножей. Ну, в общем, если посчитать все случаи, когда точились с ножем мужем, это было на не более 10 раз за все время. Так, ножик мы наточили, помоем его. Сейчас мы с вами сначала будем подготовить лук, потом будем заниматься рыбой. Я беру две лопечки, срезаю вверх и низ, разрезаем вдоль, снимаем шкурку. Если тонкий слой снимается легко, если плохо, то с первым вот этим мягким слоем снимаем ручок. Один слой, ну вот, хорошо снималось, экономим. Здесь вот пошел на кислое, и еда. Очистили, и вторая лукочка у нас идет. В этом рецепте шелуха лука тоже идет к блюду. Мы сейчас почистим лук. Шелуха у нас будет и снижным слоем, при тушении, и вот, нарезанный лучок будет во всем будет присутствовать. То есть внутри, снаружи и снизу. Лук, как вы знаете, используется активно при крашене пасхальных яиц, и придает этим яйцам очень необычный приятный вкус. Поэтому ничего не страшного в лучной шелухе, она очень полезная. Смотрите, можно обе лук лица нарезать колечками, или одну колечками, а одну тоненькими полукольцами. Иногда я лук режу очень крупно, колечками, и выстилаю ими дно. Сегодня мы попробуем сделать два способа колечка, или нарезать полуколечки. Натачу нож, самое главное, ничего лишнего не отрезать. Так, с этой частью мы справились. Убираем в сторону, лучше на другой стол, лук и шелуху. Начинаем работать с рыбой. При чистке рыбы все равно все вокруг будет не сильно чистым, поэтому делать так, чтобы вам было удобно. Чистю кожицу, тут особой чешуи нет, но все равно прохожу ножом, чтобы убрать лишние какие-то загрязнения, и все равно мелкая чешуя присутствует. Делаем конвейер. Это даритетами шершавы рыбы. У кумбрия очень полезная рыба. Из самых полезных рыб она идет самая дешевая. Ее полезные свойства не вступают морским красным дикатесным рыбкам. Чистим все подробно. Планники маленькие, можно их почистить, отрезать, я с ними не заморачиваюсь. У кумбрии они не очень крупные, они не особо беспокоят. Почистили. Пакет, в котором вы купили рыбу, вы его оставляете, и все, что вам не нужно, вот так вот нож можно очищать, оставляя содержимое на ноже, внутри пакета. Как я очистю ее рыбу? Сначала мы отрезаем голову. Делаю я это вот так, по диагонали. Вот этот главничок у нас срезается, и вот так я делаю надрез рядом с жабами. Видите, с следующей стороны. И где-то на центре. Это можно выкинуть, особо мясо уже не остается. Так. Хвостик можно обрезать сейчас или потом. Разрезаем рыбку, как повар, от естественного отверстия. Раскрываем, и все обратно, вычищаем. Некоторым не нравится скунгрия, из-за некого привкуса, который выделяет рыбные консервы. Вот это содержимое вдоль позвоночника, тщательно все вычищаем. Насколько можно это сделать ножом, а потом по проточной водой. Вот мое мнение, что когда вот это черное, все убираешь, и кровь, еще как какая-то содержащаяся железа, или что-то в маниплатуре. В общем, все подробно очищаем, кишочки все отрезаем. Вот. Работаем так со всеми рыбками, а потом промываем. Еще раз хочу показать, вот когда вы брали кишки, вот такая пленочка тонкая, вот так вот вы ее прорезаете, видите, сколько тут черного, я вот не знаю, что это такое, вот этой рыбе с бомбарей. Вот это все черное, если вы уберете, вкус рыбы будет намного лучше, будет нейтральный, такой приятный. Еще вот смотрите, вот такая вот черная пленочка, ее тоже нужно все убрать, не оставляйте ее. Рыбку я отмыла. Давайте еще раз взглянем на то, что от нее осталось. По сути, это не такое большое количество отходов, как бывает при различных приготовлении рыб. Считаю, что очень экономичная рыба, фактически вся тушка идет в еду, плавников очень мало. Скумбрия, она очень вкусная и полезная, и ее можно и жарить, и тушить. Сегодня мы вот выбрали рецепт, где мы будем тушить, со специями, с луком. Сейчас мы рыбку нарежем и уложим в форму. В сковородку, которая вам удобна, выкладываем помытую луковую шелуху. Если у вас есть лукавица, по которой есть лишняя шелуха, можно еще дополнительно их лукавица проснимать. На донышко этой формы выкладываем лук, который у нас с кружочками. Очень холодно так привезти понемножку равномерно. Примерно так. Начинаем резать рыбу. Иногда я ее режу даже просто пополам, потому что беру большой кусочек и это на порцию идет. Давайте сейчас так примерно поступим. Можно порезать на более маленькие кусочки рыбу. Если вы сразу покупаете много рыбы, какие-то там, кто вы, например, у вас запутки будут по несколько килограмм, вы можете рыбу частично сразу на русскую отправить. Можно частично подмариновать. Например, вы сейчас едите, остатки вымаринуйте и через день-два можно подмаринованную рыбу, которая в некотором рассоле соусе находится в холодильнике, приготовить ее достаточно быстро. Сейчас мы рыбу будем много присаливать. В основном мы будем стараться просалить ее внутри, там, где она, из изнаночки, где кусочки разрезаны. Ну-ка, присаливаем изнаночку. Можно сделать это. Вот, что такое. Так. И сейчас мы с вами замесим в отдельной посуде соус, который мы будем все заливать. Сюда я положу немного соли, где-то чайная ложка без горки. У меня есть зелень петрушки, кари, куркума, базилик. А кроме петрушки я немного сюда все буду насыпать на глаз. Смотрите, если вы любитель специй, то вы уже знаете, сколько кари, куркума, к составе кари и куркума. Ну, вот еще отдельно куркума. Она очень здорово делает рыбам красивый цвет и приятный вкус. Базилик тоже любимый нашей семьи. Его хорошие. Так. Добавляем сюда сметану и майонез. Можете или одно, или второе, или то, или другое вместе. Я нормально отношусь к майонезу. Если мне его немного хочется, я его могу спокойно есть, а что калорий майонеза меньше, чем растительный масло. Просто выбирайте хороший продукт. беру где-то 3 ложки майонеза и примерно 3 ложки столовых сметаны. Соль мы добавили. Возьму ложечку. Все перемешаю. Вот мы готовы, наша заливка. Вот наша рыбка. Внизу у нас, повторяю, шелуха и лук колечками. На дно я наливаю немного воды. Это примерно грамм. Ну, где-то около 100 грамм. Смотрите, от формы. Если у вас кастрюлька, сковородочка большая, значит, воды нам нужно побольше. Если поменьше, то поменьше. Сейчас мы берем наш лук. Немножечко его так выжму. И распределяю по рыбке. Сверху и между кусочками. У меня здесь еще нарезана кинза. Я ее тоже очень люблю. Некоторые ее не переносят. Любая зелень по вкусу у нас будет располагаться потом уже в конце приготовления. Так, мы все поместили. Сейчас мы берем наш соус. Выкладываем на каждый кусочек. Да, котик уже нравится. Можно кисточкой, можно ложечкой распределить этот соус на лучок, на рыбку. Там сам потом весь течет. Более неравномерно. Там, где у нас лука разрезана, можно немного внутри тоже ее смазать и пропитать. И вот, чтобы можно туда немного запихнуть вовнутрь, будет более ароматно все. Ну, примерно так. Сейчас мы еще возьмем нашу петрушку, нашу сухую зелень и немного высыпаем сверху. Накрываю крышку и ставлю на огонь. Рыба готовится очень быстро. Достаточно в районе 15 минут. Если кусочки большие, то по обстановке смотрите. Потом все посыпаем зеленью и еще немножко пару минут даем зелени вывариться. Закипел наш бульончик. Ворачиваем на медленный огонь и ждем в районе 15-12 минут. Пока готовится рыба, вытираем всю рабочую поверхность, моем и протираем с уксусом. Уйдут все запахи. Рыба практически готова. По желанию сверху насыпаем зелень. У меня это кинза. Пока у нас сезон, когда много зелени и ростей надо этим кусаться. Накрываем крышечкой, ждем в районе 15 минут. И рыба будет готова. Рыба готова. Она очень красивая. Я думаю, такая же вкусная. Сейчас мы немножко кусочек попробуем. Если вы любите лук, вот такой пареный и жареный, можно прям зачерпнуть сразу с ним. Если вы себе приготовите какой-нибудь гарнир, вот этот замечательный соус сливочный вполне может стать дополнением. Вот такая замечательная рыба скумбрия еще хороша тем, что она содержит мало костей. Сейчас я в камеру настрою поближе. Украсим кадр цветочками. У скумбрии косточки только ребрышки. Такие вот, как в северке, нет никаких костей. Пробуем. Она замечательная рыба. Вкусная, сочная. Рыба готовится очень быстро. Очень важно ее не передержать. Я обожаю такой лучок мариновый. Такой вот соусов. Немноговоренный. Сладенький вкусненький. Рекомендую вам попробовать рекопаемую рецепту. Это очень просто и вкусно. Вы даже можете утром все приготовить, сложить форму, сковородочку, скумбрия, 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 поставить в холодильник вечером, а утром достать и приготовить. Будет быстро и вкусно. Самая вкусная еда – это свежая еда. Готовьте дома для своих любимых. Я вам желаю прекрасного настроения. Пока-пока. И не забудьте подписаться на мой канал на YouTube. До новых встреч. До новых встреч.